Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Экономически после этого DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Спокойный дефолт, все контролит, каких-то сюрпризов по стрельбе тоже нет, он не перестреливает. И Керриган, и ребята, кто поджимает в этом эпизоде. В общем-то, пока вообще абсолютно легкий. Да, да, с два. Единственная проблема, опять же, это только пистолетный раунд. Ну и да, вот отметил Сирсона, вот с Мебрами он вчера хорошо сыграл, а до этого он ужасно отыграл. Да, с два, там три килла была за защиту, по-моему, и, конечно же, это там не самый лучший эпизод. Вот стабильность по-прежнему, да, то, что нужно Сирсону, и, как уже показал этот турнир, если он играет агрессивно, если ему дают свободу, там, дают вот сделать эти пики, вот, бешеные врывы, обычно он делает то, что нужно команде, дает киллы и приносит пользу. Когда его там ставят в позицию, ну, часто возникают проблемы. Пока что Бигги, накидав два дыма на Сити, будут пушить одного Рапса, он на опорнике, и он попытается, ну, сколько ему нужно. На самом деле, неважно, сколько бы он здесь ни сделал, ну, если бы это было меньше двух, то у Фейс Клан вариантов бы не оставалось. Учитывая, что денег в следующем раунде не будет, они уже пойдут на сейв. Пять секунд до конца раунда устанавливается бомба, а Фаван все это время играет Люркера. Даже один килл для него будет очень хорошим подарком. И для него, и, конечно же, для команды. Пока строго дисциплинированно смотрятся беги. И мы предлагаем вам зайти на кавер Джи Джи и посмотреть, за счет чего же Бигги настолько хороши на карте ДДАС-2. А в течение уже долгих лет обширная статистика собрана на сайте наших друзей. Кавер Джи Джи, узнай, кто победит. Ну, тут, походу, Керриган сразу дал кол после того, как погиб на поджиме, что, ребята, давайте втроем на А до конца. Ну, если Рапса давят, хотя бы будет три девайса и какой-то шанс побороться в следующем раунде. Шикарный сплит Б, вообще шикарный раунд такой дефолтный, спокойный, аккуратный. Очень важно сыграть было без потерь, вот бустануть вновь экономику. В общем-то, что и происходит у команды Бигги. Кримба, да, находит Керригана. Очень быстро прошел Т-шку. Керриган даже не ожидал, видимо, такого быстрого прохода от соперников. Ну, и Кита также сегодня вообще на фокусе. Красавчик, много полезных киллов делает, скрывает. Б-плэнт 4-2. Ну, и пока как-то мечутся команда Фейс в защите. Посмотрите, докупают два скаута. У них получается где-то, ну, можно сказать, 2к форс, но с тремя АМ-ками, двумя скаутами. И две флешки остаются у Броки. Все с первыми арморами, без гранат и без китов. Еще и с Баем в хорошем следующем раунде могут Фейс клан отыграть. И снова-снова они идут пушить вражеский центр. Угадайте, что делают Бигги. Ну, вот очередной раунд. Что же они будут делать? Конечно, сидеть и ждать этого поджима. Если в ближайшие секунды 10-15 этого не случится, я думаю, Бигги сами накидают флешек и сюда будут выходить. Вот. Одна из них уже полетела. Рейн немного опасается за нижнюю. Твиста под Иксом не ждали. Размен очень и очень хороший. Раз, два. Как будто в студии перевете отсюда. Слушай, размен-то хороший был для Фейс клан. А итоговый момент все равно 2 в 2. И сейчас уже защите нужно сидеть и парановиться. И два скаута, которым нужно как-то еще по ходу этого раунда и раунд выиграть, и желательно девайсы тут подобрать. Но пока хорошие новости. Там вроде бы Роб заметил бомбу или не заметил. Но все равно на всякий случай смотрит точку Б. Может быть, кто-то уже его обходит. В Зиге остается Керриган. Ну и ждем пока, что сделает атака. Тут очень важно Робсу сейчас раздать. Как-то вот дать хотя бы домашки. Если минусует одного из двух, просто красавчик. Но опять же переживает за Б-плент и уходит обратно на эту точку. Ну и за ним идут. За ним идут ребята потихонечку, уверенно. Видели скаут. Понимают, что на АБ вообще будет не проблема зайти. Керриган, игрок Аплента. И не факт, что он где-то здесь. Поэтому посмотрите спокойно на шифтах. За ним Кримбо вместе с Фауном. Ну и да, вот-вот уже ребята будут на точке. Все, осталось буквально проверить там сам плент и уже смотреть Т-шку. Все, находят Т-шку. Минус Робс, ставится бомба. И это пятый раунд подряд для команды BI Jill. Фейзов уже, конечно же, максимальный лос-бонус. Будет бай, как отмечал Ленин в следующем раунде. Но, тем не менее, как бы надо хоть что-то еще набрать. Ну, посмотрим. Конечно, это только начало половины. 5-2. Но уже видно, что Биг серьезно настроены сегодня. И на ДАС-2. И, конечно же, я думаю, на Нюке они тоже будут давать бой. Тот Биг серьезно настроены. Но то, как Фейз Клан отдает раунды. Сейчас план номинально вроде получился. То есть двойной, тройной. Поджим центра. Грамотный плюсовый размен. Но дальше Твиз просто не сумел уйти. Сидит Броки. Может быть, он немного фейспалмит. Ну, или от своих промахов. Там, статистики. Или, может, от того, какие колы получают. Но от этого не легче. Ребятам из Фейз. Потому что это атака. Атака, которая неплоха была против Ултсайдерс. У Фейз Клан. Они, правда, нормально себя там показали. В определенных раундах. Но, в целом, есть над чем задуматься. Все-таки из группы можно не выйти. Керриган, походу, забрал авик Сирсона. Еще и засейвил в следующий раунд. Ну, посмотрим, что будет дальше. Да, там, по идее, у кого-то еще останутся деньги. Сирсон получает ВП. Уже 12 тысяч мы видим у Кримба. 11 400 у Фауна. Да, там уже экономика тоже очень даже хороша. Ну, давайте досмотрим, что в итоге получается. Да, авик получает Броки. У него остается еще 3 550. 2 тысячи у Керригана дополнительно. Но, может быть, пора немного успокоиться и не так прям жестко, агрессивно отыгрывать. Ну, не знаю. Поджать Зиг, поджать там в центр. Но прям не лезть в эти аркады. Ну, как сказать. Фейсклан-то уже вроде центр поджимали. Здесь хотелось бы увидеть от них вот прям, знаешь, такую картинную или там как по учебнику игру на Дасте. Когда каждый просто зонит свою территорию. Частично занятый шорт или там вбивание длины какой-то. Но реально посмотреть на раунд, в котором никто из Фейсклана не лезет на территорию противника. Вот сейчас ИГ. Для них каждый раунд начинается плюс-минус того же. Либо они бегут длину, либо они ожидают поджима центра. Но сейчас они уже поняли, что вряд ли это будет. Накидали сами сюда гранаты. Очень плотные молотовые. Все тот же дым на ИКС. Следующий этап это занимание шорта. У Фейсклана 2Б довольно редко беги. Отыгрывали туда раунды. Полетел размен с молотовыми. По-моему, свой. Игрок атаки. Не, наверное, докинул. Он хотел его дать под стенку. Он может быть ста. Ну вот что-то какого-то сплит-б боялись больше Фейзы в этом раунде. В начале раунда опять агрессивно играл в Зиге Рейн. Выскочил под флешку, там проверил его. Но сейчас у него уже там оставалась последняя граната. Все, он уже откинул этот молик, который догорел. И уже шорт под контролем. Кто-то видел? Это просто игре 10 лет. Valve, сделайте уже с Рос-2 наконец. Сидит чувак, у него виден ствол. Ну ладно, мы привыкли, когда ствол виден через двери какие-нибудь или через деревяшки. Но здесь просто кусок стены. И вот, казалось бы, как? Все, позиция вскрыта. Немного прострилили Рейна. Отогнали его. А вот рапса в нижней не законтролили. Здесь же фраг от Броки. И начинают понемногу беги сыпаться. Хотя раунд начинался неплохо. Ну да, только заль. Прикинь, специально Рейн своим стволом светанул. Знал, что там этот баг. И что все внимание на него было отвлечено. Рапса в нижней не законтролили. Ну а кто-то даже должен был смотреть пока еще дефолт. Пока вы не начинаете там раскидку выход. Кто-то должен был смотреть там этот туннельчик. Но как-то забыли. Думали, что уже аркад оттуда не будет. Получили вообще легкий минус. Правда, такой же легкий получает Фава на длине. Забирает Рейна. И осталось просто проверить твиста. Его не чекает Сирсон. Наказан. И раунд проигран. Бегами. Да. А не чекал уже, наверное, банально, потому что не было времени. То есть два фрага это тоже хорошо. Но не имел возможности Фаван и посмотреть на Гуся. Сделать там килл. Не сделать это уже дело десятое. Ну и поставить бомбу. Все-таки 4 в 4. Ну вот он, ствол. Десять лет игре. Ну, видимо, невозможно пофиксить такие моменты, да. Если до сих пор они остаются в игре. Наконец-то Фейс Клан тоже свой раунд берут. Так хоть пушки уже в руках вроде бы стало видно, да? Не всегда, кстати. Ну не всегда. Ну вроде чуточку подфиксили. Ну что, друзья. Вот такой вот какой-то первый после этой серии раунд получился у Фейс Клан. Но здесь больше ошибка от команды БИГ. Вот таких подарков им нужно меньше дарить своим соперникам. А то еще тут Фейсы заберут. Даст два. Тапсон Кита уверен, она стрельбу забирает. Броки Твиста. Все, минус центр, минус три. Да просто пошли и разорвали. Что такое Фейс Клан? Подумаешь, Фейс Клан дело? А может быть потому, что БИГ реально настолько лютый, настолько жесткий и мотивированный на своей сильнейшей карте. Причем сильнейший исторически. Хотя за Броки я замечал еще матчи против Ултсайдерс. И во вчерашний игровой день. Что вот какие-то фраги, которые он обязан давать, как снайпер мирового уровня. У него просто не заезжают. Ну и сейчас на очень дальней дистанции просто проигрывает перестрелку Калашу. Ну странно, да. Обычно вообще Броки неплохо начинал сезон после отпуска. Вообще лучше всех выглядел. Ну и по-прежнему там Робзо еще не на полную катушку играет. Рейн, как всегда, видимо, к мажору соберется там на все 100%. Ну и в общем-то как-то командная игра пока еще местами не идет на всех картах. У Фейс, как было до этого. Но я думаю тоже, ребята, пофиксят свои ошибки. Но этот турнир хотелось бы все-таки, конечно же, выступить хорошо. Один из самых престижных тоже турниров. Но так получилось, что приходится играть из Эльпро Лигу. Да, и квалификации мейджора. Мейджора и сам мейджор. Керриган забирает фауну. Но в общем-то это просто сейв девайса для капитана Фейс Клан. Вместе с Рейном они пытаются здесь отстаяться на Апланте. Ну и по экономике мы видим у трех игроков, да, есть по две с половиной тысячи. То есть двое сейвят. Как-то еще в теории смогут здесь Фейсы докупиться и будет оружейный раунд. Но пока что, согласитесь, ДАС-2 под контролем команды БИГ. Но вот девайсы выбить пока не получается. Ну так это ладно еще квалификации на мейджор, которые начинаются сразу после ESL Pro League. А представьте с другой стороны, каково было Астралис. Которые, знаешь, с утра или днем играли матч на Бласт, а вечером играли третьи квалификации. Открытые, провалив предыдущие две. То есть какое-то колоссальное давление. В общем-то турниров много. Конкуренция серьезная. А если все просто, играешь хорошо, побеждаешь. Играешь плохо, ну вот страдай. Поэтому, да, тут действительно нужно набирать форму ребятам из команды Астралис. Но вроде бы там все-таки и там прошли еще и прошли квалификации Бласту. Поэтому тут уже в хорошем настроении, я думаю, начнут играть свою группу Астралис. Но по игре посмотрим уже совсем скоро. Буквально через два дня, да? Там два дня выходных у нас будет после сегодняшнего игрового дня. И уже пойдет группа С. Пока длина. И Кремба все-таки выкуривают из-под синего ящика, который он изначально занял. Баван пытался как-то с тиммейтом в паре сыграть. Но минусанули и его. Чуть ли не первый, кстати, раунд, когда беги, попытавшись на лонг вылететь, встретили отчаянное серьезное сопротивление фейсклан. Хотя шантики отстреляться в плюс у них все же были. Это третий, по-моему, раунд, который начинается 3 в 5. У предыдущих бег очень серьезно накаляли фейзов. Пока перестрелки. Сирсон попадает по броке. Ну и сам, по-моему, в ответ получил прострел. Он до этого, да, получил еще. Это он немножечко ответил. Ну что, попытка играть Сирсон-Мидли, да. И сейчас будет выход на точку Б. Здесь есть дым на ворот. Проблема, что все гранаты вообще у Сирсона. Ну ладно, дым есть у Тапсона. Молик, если что, там можно прокинуть и на стенку левую, и на платформу, если будет желание. Но пока вот перед собой, да, вот сейчас накинули. Слышит, один простреливает, понимает, что где-то рядышком может быть второй. Ну и смотрим. Да, втроем тут авик будет даже прикрывать сейчас пытаться вскрыть плент. Но, согласитесь, это будет непросто. Вроде бы так здесь все неплохо. Хотя твист красный, знаете, он может отлететь очень быстро в пленте, а машину уже могут разменять банально жестко. Молик, Молик ему накидывают. Сносит его. Дальше тачка. Очень важно забрать тачку сразу для того, чтобы центр не успел сместиться сюда. Но Робс продолжает жить. Тапсон сносит его на ноге. 20-19 секунд. И с этим раундом что-то может получиться. Вообще-то вырисовывается бомба. Установлена заезд. Синхронные фраги от бегов. Что вы делаете? Это же просто раунд 3 в 5. Или даже 2 в 5 начинался. Господи ты, боже мой. 5 фрагов на двоих. Тапсон, Сирсон. Эти парни, эти немцы действительно заряжены. Закончить сегодняшний матч. Сейчас там 2-0 по картам. И выйти из группы. Гоби. Он хвалит сейчас или наоборот говорит? Типа, что у тебя в голове, братан? Как думаешь? Очень сложно понять его эмоции. Да ты там кричи, Тапсон. Ты что? Все кричат. Жестко. Классно разменял машину Тапсон. Тут шикарно. Ну повезло немножечко, что до флешки вышел игрок защиты. На долю секунды раньше Тапсон его заметил и забрал. Плюс Сирсон попал абсолютно во все. Ты мозг, говорит. Гоби. Ты просто голова, дружище. Ну и Керриган уже со скаутом пушит мидл. Что происходит? Минус 3. Что это такое? Длина вновь отъезжает. И этот раунд уже должны забирать фейсы. Два. Хотя бы рассмотрим. Два в пять. А вот теперь уже все. Один в пять остается Сирсон. И тут охота на Сирсона объявлена. Состава фейс-клан. Все, погнал. Погнал. Там и Керриган уже, посмотрите, под Титаником. Сирсон услышит? Ну Сирсон этого не читает, да? Вообще никак. Подрежут еще. Проверю. Да ладно. Читает. Хорош. И теперь на Б можно залететь. Там только Робс. У Робса скаут на руках. Сирсон, ну понимает, каждую секунду здесь на счету нужно было отстреливать Робса. Но Робин Коль справляется. 7-4. Я все-таки уважаю принципиально с Керригана. На длине? Ну отбомбардировали хаешками. Вообще жестко их там. Ну надеюсь, нам сейчас покажут повтор, потому что там просто разрыв какой-то случился. Пока мы смотрели Керригана, там уже один сгорел, одного взорвали. Молотов, попадание от Рейна и хаешка следом. Он даже не видел, да? Да, да, все так и получилось. Ладно, Фейскланд не отдают этот восьмой раунд, первую половину, но насколько же серьезно сегодня выглядит беги. Итак, двойной поджим с верхней и нижней тэшки. Сирсон принимает вистан, а бета больше никого нет. И понимает, что третий где-то неподалеку, даже если Кримпель здесь падает, намного лучше дела у Фейскланд от этого не станут. Но Сирсон просто несется вперед, успевает отбросить им. Еще и заметить противника, и что теперь делает Рейна? Нужно дожидаться тиммейтов, въезжать сразу. Накидываются флешки через крышу. Боже, какой матч. Знаешь, начиналось все так галенько достаточно. Но теперь мы видим полнейший разнос от бегов. Размены. Броки. Остается один фаун у него в спине. Закрыто. Закрыто, говорят, Бик. Восьмой раунд берут. Ух, ломанулись уже Броки добивать одного там на Б. Ребята, но это тоже может плохо закончиться. Мы уже такое тоже видели в матче против Фозы Вин. Когда какая-то команда там полетела загонять 100 додо, и он просто разрывает четверых, отыгрывает матчпоинт. Я уже думал, ну, все, сейчас пойдет камбэчная. Но нет, здесь очень уверенно, конечно, в этом раунде было в исполнении команды БиАйджи по стрельбе. Уже и ждали, и по джиму, и Сирсон там попадает очень четко. Шикарно отыграл на Б, в соло отжал, можно сказать, в точку. И делает энтрии в следующем раунде. Действительно, динамично развиваются события. На этом Дасте, агрессивная защита от Фейс Клан. Выигранный вроде бы Форс. Потом ответ от БиАйджи, и продолжается сумасшедшая драка между этими командами. Но, опять же, мы видим с таким уже двойным преимуществом для команды БиАйджи. Занимается Лонг. Теперь уже контролится там Тэшечка, конечно. Никто заранее не будет знать, что тут уже почти вся команда БиАйджи. Кримба, да, переживает, что все-таки и центр могли продавить. Ну, и мы видим защиту с Т2 плюс 2. В общем-то, можно раскидать аплэнт и спокойно пройти. Там Рейн у него дым-каешечка. В Зиге Брокис АВП. И, в общем-то, под хорошую раскидку уже можно начинать атаку. Да, нужно проверить машину. Да, нужно вот проверить вот такие моменты, когда кто-то будет выпадать, возможно, под флешку. Но Сирсон все прикрывает. Плюс есть люркер. Поэтому уже практически вышли на точку. Игроки БиК. Кита возле плента. Бомба пропрыгивает. Там что-то настреливает. Вообще, чуть ли не спалили Броки. И посмотрим. Да, еще и подозревают, что где-то здесь где-то Рейн находится. 20 хп уже у Рейна. Ну, и на Б пошел у нас играть тут пока что. Кримба говорит вообще один на Б пленте. Ну, как бы на ритейк вряд ли пойдет фейзер. Там вряд ли денег в следующем раунде нет. У них три красных игрока. Тут бы ноги сейчас унести. Вот к текущему этапу. Потому что проблемы могут быть серьезные. Робс доконтролил Сирсона. 3 в 3. Промах. Ух, как... Как вообще довольно редко Робс допускает, да, такие промахи. Ну, у него просто, как сказать, у него уже уверенность. И у него, и у Сирсона это было видно по старту раунда. Когда немецкий снайпер понесся просто в волосы назад куда-то на длину. Сидит Броки, смотрит нижнюю тэшку. Сюда, по-моему, тапс найти не хочет. Придется все-таки проверить шорт. Какую-нибудь еще позицию. Но здесь 9-4. Да, недооценивать биг никогда нельзя. Вот сколько мы вообще смотрим за этой командой, столько они умеют удивлять. Коллектив, который особо не выигрывает турниры, очень редко это происходит, но который там в свое время в течение 8 месяцев вообще не выпадал из топ-10. Причем именно биги стали первой в истории командой, которой удалось сделать камбэк со счета 0-2 в Best of 5 в финале. Только вдумайтесь в это. Ну, это правда онлайн был. Онлайн, наверное, в 2020 году. Все-таки. Все тот же капитан там был. Все тот же. Ну, что ж, друзья. Да, биги сегодня, знаете, несмотря на все их проблемы, там на квалификации Бласт, здесь вот на проблемы в группе. Вот сегодня они действительно показывают всем нам, что могут вот собраться и могут показывать жесткую игру. Но опять же посмотрим, чем ответит Фейс Клан за атаку. Посмотрим здесь финальный счет первой половины. И, конечно же, уже очень интересно, что же там произойдет еще и на Ньюке. Возможно, мы сегодня также будем смотреть Инферно. Десайдер в этом матче. Но обратим внимание, пока что на этот раунд двое надлиннее. Это Рейн и Керриган. МПшечка Фамос. А в ЭП в руках Броки он играет на мидле. Два опорника. Ну, в той же расстановке плент машины стоят на точке B и уже контролирует центр карты B.I.G. Дефолтик идет. Контролится банка. Осталось там накинуть смок в центр или на петлю накинуть, если это будет необходимо, и ребята захотят проходить в ЗИК. Хотя, возможно, они просто возьмут сейчас и сыграют сплит-бетом. Смок КТ и флешечку накинет Фавн. А, нет, у него нет. У него, кстати, молик и дым. Вот сейчас посмотрим. Ну, пока Кита просто выпускает на мидл, он запирает себя от B, на всякий случай проверяет ближние позиции. То есть начинается этот фактор. Для того, чтобы сплитовать B, ну, как мне кажется, для начала надо бы занять шорт, а там уже играть по ситуации. То есть с фейком иногда шорт раскидывается, и потом B сплитуется. Найс, выстрел от Броки. Это было довольно строго. Все тот же молотов под ближнюю стенку, которые постоянно беги набрасывают. И все те же парочки флешек. Залетает в тайминг дым на верхнюю тэшку, но там, по-моему, Крим поиграть и не собирался. И по-прежнему бит ждут, ждут поджимов. Наконец-то Рейн пошел этим заниматься, потому что полетела раскидка на центр. Сейчас Фавн может упасть и потерять бомбу для своей команды. Фри-фраг для Рейна. Все, бомба лежит в нижней темке, и, скорее всего, раунд этот уже никак не взять. Подожди, подожди. А, время, время, время. Ну, тут всех не убьешь, да, за такое время. Пять секунд хотя бы девайс сохранить. Нет, Керриган не позволяет. Минус два. Ну, вот боялись-боялись за Зиг, но в итоге так и недопроверили Рейна. На этот раз у него там ствол был покороче, поэтому он не спалился, да, в этом уголочке. И, в общем-то, после минуса по соперникам четко нашел тайминг, когда атака будет уходить на сплит-бэ. Отлично, поджал Зиг. Вот-вот как раз уже ничего не торчит там через текстурку. Ну, и Броки попадает очень хорошо, конечно. Шикарный момент. Пятый раунд для Фейс Клана. И, конечно, очень важно забрать и шестое, чтобы был шанс еще отыграться во второй половине. Но посмотрим, уже штрафанули Робса. Отлично там пострелял Сипсон пока что на первых секундах. И пока что атака перед банкой. Возможно, после Молика под раскидку займу длину. Важно, важно бегам последний раунд здесь забирать, потому что 9-6 вообще счет, который ни о чем по факту не говорит. Пытаются играть против нижней ташки. Здесь немного накаляется Кримба, но дело в том, что у него по 250, так что значения этого большого не имеет. Будет выбиваться длина. А где-то на минуте 20, на минуте 15, наверное, вот он дым развеивается. Интересно, может ли Корриган рассчитывать больше, чем на килл? Смотрим. Раз, два, да, может однозначно. Это очень важный размен. Несется Тапсон, может, мог бы поймать Броки. Минус 50, но Броки... Слушай, он не стесняется репикать, а вообще в шоке с него немного. Потому что ему снесли минус 50, а он репикает, хотя это было довольно рискованно. Сирсон 1. Что ж, Тапсон, счет 9-6. Счет для Фейс Клан не такой уж и плохой. Учитывая, как вообще половина-то проходила. Да, вообще неплохо отыгрались ребята. Действительно, все могло быть вообще ужасное. Беги могли выйти там плюс 10 раундов. Но в итоге 9-6. И это такой боевой неплохой счет, в котором в теории Фейс Клан еще могут отыграться. Но для этого желательно, наверное, нужно будет брать и пистолетный раунд, и старт. Потому что столько оружейных раундов им вряд ли отдадут ребята из команды B.I.G. Друзья, перед тем, как мы идем на паузу, хотелось бы напомнить, что идет седьмой месяц войны, которую Российская Федерация развязала против суверенного государства Украина. А вооруженные силы Украины идут в героическое контрнаступление. И сейчас отбиваются территории для того, чтобы помочь им и мирным жителям, которые пострадали в результате нападения РФ. Переходите по баннеру, который приведет вас на сервис Донателло. Там мы собираем помощь. Каждая гривна очень важна, и мы очень признательны всем, кто в сборе этой помощи поучаствует. Слава Украине! Мы уходим на перерыв. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Опять же, вот такие раунды уже почаще стали играть БИГ в защите, поэтому я уверен, что у Керригана этот раунд соперников на карандаше, и, возможно, он его сейчас как-то прочитает. Ну, давайте смотреть. В ЗИК идет Рейн, рядышком с ним Керриган. Смок с машины накидывается в ЗИК, и, наверное, кто-то еще должен флешечкой тут поработать. Сразу же ответ на гранату. Нет, на шифтах выходит Рейн и просто погибает. Говорит, ой, ребята, а тут засада в шарке. Да, причем набрасывали ХЕ-шку сразу, как только полетели. А граната на выход через шорт. Но вопрос в том, как авика исправится, пока один из них показывает свое местоположение. Забирает Фавен Броки, получает размену. Тут бы подключиться Керриган, но Тапсон успел зайти на Б. Сирсона здесь не читают. Видел ли Керриган Тапсона? Это не... Или важно, проверяется ли здесь машина? Да, машина будет проверяться. У Тапсона был просвет в маке. Он внес урон, хотя перестрелку Твисту и проиграл. Но понимает его тиммейты, и Кита, и Кримба, что у Фейсклан как минимум один каленый. А то и двое. Фавен понял, что попал по Рапсу. Скорее всего, есть понимание, что по Твисту тоже попали. То есть у Биг сейчас уверенности действительно много. Ты сегодня сгорел. Все-таки пошел в Молик. Но тут только Робс спасет ситуацию. Теперь уже не спасет. Все-таки все. Уже знают, что у него авик. И просто сейчас со всех сторон его тут задергают. Ну ладно. Подождите. Все-таки шансы есть. Что он вытворяет? Да ладно, Робс! Как они его не задавили? Ну, тут уже начинается переезд от Фейсклан, как мы видим. Два авика не сработали. Сплит бы отлично сработал все-таки у Фейзов, несмотря на все проблемы. Оказалось, все, что нужно было, ну, пойти и задавить. Реально вдвоем. То есть не шифтить, не проверять какие-то позиции, а просто пойти этим 12-ти хипового авика прибить к полу. Ух, Роб сам выдохнул, думает, что я сейчас взял. Это, возможно, раунд на выход из группы. Это реально может быть раунд на выход из группы. Ну, то есть это Фейс. Каждый раунд для бигов против такой команды супер важен. За сердце, правда, схватились. В 11-9. Посмотрите на деньги биг, а не на нуле. Возможно, раунд на карту. Вот это тоже, кстати, главная проблема биг в защите на даст. Они вот очень часто любят играть закрыто и там без зига, там без центра. Прячут опять Сирсона, и это вот очень плохой вариант. Вот надо его выпускать. Да, он там спуск может постоять, но он тут может гораздо больше полезной работы сделать. И мы посмотрим. Пока что решили, ладно, стоим 3-2. Защищаемся. Зиг уже под контролем Керригана. Вы посмотрите, его уже выпускают через шорт. Он уже понимает, что играть будет против снайпера. Видел уже его. И тут, конечно, что будет рисковать? Да, залетает в плент. Видит еще раз авик. Да ладно, Керриган, ну давай уже врубай, что ли? Роб забрал. Равно. Еще как рискует Керриган, конечно. Можно было вообще туда не выходить. Но он хотел очень сильно дать этот минус. Ну и Тапс у нас сейчас по идее за контролем. Либо шорт. Нет, не за контролем, а минус прохи. Раз. Этого может быть недостаточно. Действительно. А Роб, кстати, уже закрывает позиции с БФ, будучи люркером. Сирсону не позволяют отойти. И ситуация в том, что у Биг теперь отсутствует экономика. У них отсутствуют хоть какие-то сейвленные девайсы. А что касается Керригана, он просто очень сильно хочет выйти из группы. И поэтому... Ну то есть вообще роль Керригана в этой команде во многом заключается, помимо колов, да, очевидно. Потому что он гейм-лидер в том, чтобы расчищать пространство для своих стрелков. Чтобы открываться первым. Собирать информацию. Очень важно навязывать здесь размены. Очень важно наводить суету. Со всем этим Керриган с высоты своего опыта и, конечно же, уверенности блестяще справляется. Потому что у него за спиной такие стрелки Твист, Бропс, Броки, Рейн. Все, что нужно. Керриган прийти, собрать инфу, навести шороху на сайте. И это работает. Пытается Губи подбадривать Тапсона. Говорит, все нормально. Все нормально, я сейчас ню, пацаны. Все нормально, но... Вообще просто плывет эта защитка. Опять же, вот как-то вот в последние два там раунда, да, первой половины немножечко отдали. Беги тут, опять же, вот не выиграли там еще одну пистолетку, вторую. Вообще обе проиграли. И, в общем-то, в сумме это уже дает свой результат. Плюс защита, которая там стоит просто и терпит от Фейс клан. Не может как-то, да, вот остановить все эти выходы. Возможно, стоит так же действовать, как агрессивно действовала команда Фейса. С самого начала. Но, правда, вот есть, да, вот такой прием на длине. Вот такой один выиграли Фейс клан с пистолетами у бегов. И, походу, это ответ. Или нет? Или... Или не ответ? Ну, здесь, снова, есть неприятности для Фейс. Потому что пистолеты по 67 хп, которые у Твиста дали, 35 у Броки, могут хорошо настреливать. Влетает молота. Твист отправляет в ответ по Сирсону. Контроль от Кита в спине. Беги, они сделали 3 килла. 3 килла в начале раунда. Только вдумайтесь в это. И сейчас Фавану нужно... Я даже не знаю, что. А ты знаешь, что он здесь. Потому что выиграет 21 хп. Тут Твист знает. Скорее всего, вызревает, что тут была подсадка. Да, 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 да. Все. Сейчас дым развеется, и Фаван просто убрал. Изи, изи 2 в 5. Броки для Твиста. Броки упустил. Я до сих пор расстроен вообще, как я это не прочитал. Если честно, думал, что все-таки беги, сегодня реально будут круто играть. Вообще, все карты там стараться, и свой Даст любимый. Но, опять же, вот в защитке по-прежнему серьезные проблемы. И уже кажется, что это не спасти. Но посмотрим. Все-таки следующий шаг, это то, что команда Faze, B.I.G. должна играть поагрессивнее в защите. Вновь возвращаются к этим двум Амикам. Ну и пока что особо ничего не меняют. 3 лонг. Смотрим за выходом Faze на эту позицию. Тут настолько комично. Faze клаун в прошлом раунде чуть не отдались на лонге с пистолетом просто у противника. А сейчас они делают второй раунд, тот же пуш. Оставляют правду за синим одного игрока. Это Рейн. Да, здесь 4. Ну, 4 у Биг. Рейн под флешку. Раз. Размен. В принципе, годится. То есть, здесь ситуация в том, что Рейн все равно за синим бы не выживал. Ему нужна была контратака. Какое-то действие. Он извлек из своей довольно проигрышной ситуации размен. Что уже неплохо. И сейчас Бигам нужно угадывать. А, Faze клаун уже пошли на туннель. Ну и, конечно же, центр они тоже фокусят. Вряд ли это будет выход по да. Да, Рейн там еще и размен дал. И инфу дополнительную по лонгу также. Поэтому давайте посмотрим. Пока Faze ждут какой-то поджим. Тэшки там стал Керриган за уголочком. Слушает туннель. Ну а тем временем ребята решили, что второй волной и на длину. Но нет, нет. Пока что все-таки выход в центр. Пошел смог на петлю. Ой. Ну почти. Ну просто на дверь упал. Хотя фазы мог заказать. Как сказать идеально? Вот теперь уже нет. Идеально это фазы. Я думал, он хотел отстреливать его, да. Но. Нет, есть. Керриган носится сегодня еще у него по статье. 15 на 15 идет. Нормально. Хотя, конечно, такой похвалы, как Хукс, он не получит. И все-таки открывается Робс. Как ты читал вообще Кримба? Ты же видел, как он открывался? Просто широким стрейфом. Осознавая, что сейчас его пойдут пуши. Здесь Жавик. Сирсон горит в молике. Выход из шорта. Немного Сирсон не успеет. Так, 5-4 секунды. Времени нет. Оля-ля. Куфе прыгает на Сити. Раунд взятой команды B.I.G. Все, что нужно было Кита, это снять руки с клавиатуры и мышки. Кулачок налево-направо. Ух, долгий предстоит путь. Но хотя бы сейчас беги. В настолько важном с экономической точки зрения раунде справились. Вот это был по-любому раунд на карту. Короче, надо было смог попадать. В итоге получается, да. Все-таки не хватило пару секунд. Вот где-то там они немножечко и потеряли это время. Ну что же, смотрим за продолжением этого матча. Успокаивает Абсона. Гоби говорит, все, успокойся. Спокойно играем. Нормально колем. Какой-то раунд ребята сейчас обсудили. Туда все-таки спасибо Фейзаму, что не забрали сейчас 14 и не вывели очередные деньги. Из команды B.I.G. все-таки шанс еще выиграть. Даст есть. Кулачок показывает всем. Гоби настраивает на камбэк. Ну вот здесь как раз Сирсон эти финальные секунды и выиграл. А перед этим Фаван, опять же, свой пэр в центре. В общем-то, хоть как-то эти два Авика помогли сейчас взять раунд. И уже даже грустит сам Тапсон. Но не останавливайся. Судя по всему, говорит, гоби давай. Все еще можно спасти. 13. Подожди, 13, 14. А как так? Ну я имею в виду, что... Ну да. То есть они же выиграли раунд. У них было по 3000. Они просто целенаправленно решили сейчас выравнивать экономику. Тафа, как тебе такое решение? То есть чуваки выиграли раунд. У них один выживал. И они делают просто с пистолетами 2К. Что это? Вот это гений. Они сейчас еще раунд могут выиграть. У них изначально было преимущество. И сейчас оно, по идее, как бы сохраняет. Сохраняется хотя бы паритет. Потому что это 3 в 2. Ноуфейс 1. Есть девайсы. Хотя Броки, он нисколько не помогает. Остается Робс 1 в 3. Минусует фауна. Бомба выбита на нижней темке. Подбирается АВП Тапсоном. Кстати, с АВК он хорош. Кримба на Дигре, но может быть тоже что-то валяется неподалеку. Так, у Робса проблемка серьезная. У Робса серьезная проблемка. Да, надо как-то забрать бомбу. Но придется разрывать своих соперников. Ну и в теории, на самом деле, такой, конечно, игрок. Как Робс может все это сделать. Но позволит ли ему сейчас авик Тапсона? Нет, не было видно. По идее АВП. С первой отлетает Кримбу. И еще есть 3 гранаты у Робса. Если сейчас, ну, смотрим, попадет АВП. Ух, все. Заметил его Робс. И теперь гранаты пошли в ход. Теперь бомба отжимается. Просто через шорт можно уходить на Аплент. И играть один на один. Ну, Тапсон-то тоже не лыком шит. Уже сейчас он несется на центр. Робс. Это не считай. Тапсон промахивается. Как вы это заливаете? Беги. Хотя они смотрели, конечно, вперед. В том отношении, что сейчас у них есть деньги. В прошлом раунде они не закупались. То есть они сделали такой дабл-гениальный момент. И запушили, неплохо разрулив преимущество. Хотя отдали его Робсу. Отдали этот клач. Кстати, Робин уже два клача сегодня потащил. Ну, и посмотрели в будущее. Решили, что сейчас экономика будет для них важнее. Но этот килл был от Робса незаконно. Ладно промах, но это еще как бы окей. Но... Само решение такое классное было, слышишь? Выйти в центр, когда тут реально Абик мог сразу сместиться. Но подумал, что он еще там в пленте. И он его вообще переиграет чисто по таймингам. Как раз там или с окна зайдет. АВП еще даже не выйдет в центр смотреть. Но чуть не закончилось фейлом. Но Робс реально, как ты и говорил, уже два клача сегодня потащил. Он сегодня суперхорошкий. И просто раскидка Б-планта. Ворота плюс машина играют здесь в защите. Ну, смотрим. Хлпа уже практически пришла. Но Кита уже не спасти. Правда, он один минус сделал. И смотрим. Да, запускают Фауна. Мэл нееносно. Хорошо. Но, может быть, один килл недостаточно. Вот два уже здорово. Минус два сразу же от Фауна. Броки здесь тоже фокусит. Пятнадцатого раунда для фейстана не будет, если только Твист не возьмет один-четыре. Эйса Трапса в прошлом раунде уже был. Два клача от него было. Ну, теперь Твисту, ну, нужно сделать практически невозможное. Просто... Ну, или как? Ну, ладно. Для Твиста это окей. У него когда выше трех. 22 сми. Сейвить надо этот калашик. Денег у него тоже много. 7-850. Может дать отличный дроп у тиммейта. Ну, к тому же Броки. Либо Керригану, если там понадобится больше гранат. Но слишком много времени, да. Ротвист тоже понимает, что здесь надо, конечно, еще как-то отманцеваться все это время. Если бомба была в руках, то можно было попробовать выиграть эту ситуацию. Но, с другой стороны, важнейший раунд. Да, пока что вырывают. Беги, не дают пятнадцатый. И пока еще остаются в борьбе здесь на первой карте. Ну, и, конечно же, напоминаем, что дальше карта Нюк. Выбор фейс-клан. Они там начнут за атаку. Ну, и, в общем-то, мне кажется, там еще одна боевая карта также будет между этими командами. Вопрос вообще, будет ли Инферно сегодня или нет. Ну, и кто заберет Даст, уже узнаем ближайшие раунды. Очень нужно, чтобы его забрали. Беги. Кстати, после клатча, ну, эйса, который Роб сдал, ты видел. Как Тапсон горел. Начал просто материться, почему бы на английском не показалось. Хотя сам он немец. И Губи подбежал к нему и сразу же начал успокаивать. Типа, Тапсон, не гори, пожалуйста, все нормально. Не каждый тренер вообще такое делает. Вообще, это большая редкость. Чтобы тренер на горящего игрока подбежал и начал его успокаивать. То есть, держит, держит. Губи пока ситуацию под контролем. Человечек все-таки тоже опытный. Легенда, ты что? На него все смотрели и равнялись еще там со времен 1-6. Я думаю, Тапсон с уважухой, конечно же, относится. Играли вместе, поэтому... Ну, в общем-то, тут абсолютно ясно, что там есть полный авторитет у тренера. Его слушают, он дает очень дельные советы, но... Сори, продолжай, пожалуйста. Да-да-да. Тут просто... Дело даже не в том, что играли вместе. Губи учил Тапсона капитанить. Да. Уже в последние месяцы, в последние полгода, когда Губи понимал, что его карьера как игрока подходит к концу, он учил Тапсона координировать. И они прямо об этом рассказывали. То есть, они очень хорошие друзья. Очень много... Очень много играли вместе, действительно, учили друг друга многому. Ездили даже в США играть. Не помню, за какую команду, но катали они там изрядно. Что штрафа? 14-11. Слабая экономика убегов. Конечно. Его, кстати, сложно зафайлили. Смачок оформлен. Ну что же, действительно, пока на самом-то деле, ну понятно, фейс поближе к победе. Но если протащат вот сейчас еще парочку раундов, ребята, там буквально один уже минус экономика, будет, конечно, бегам попроще. Ну, фейс это прекрасно понимает. Готовят сплит, выход на точку А. Рейн в соло. Просто переигрывает Сирсона. Как жестко он его тут смог. Все знают про яму. И пошел выход два длина, что два шорта. И в центре уже Роб забрал кита, ну просто по всем фронтам пока что перестреливают, в яму забрали. Фух, куда бы ни пошли фейс клан сейчас, там ничего не может сделать команда Биг. Посмотрите, просто длину убили, зик убили, мидл убили. Все три позиции, куда пошли игроки фейс. Эх, были-были шансы убегов. Сейчас реально сложновато. Наблюдаем за Тапсоном. 13 на 20 статистика. Ну, ничего уже не клеится. Зажимают его с двух сторон, бедолага. Не подсейвил. Деньги. Не то, чтобы на хорошем уровне уфейс, но, я думаю, парочку своих игроков на поиски последнего вот этого сейвящего фавна они отправить могут. Ведь они могут подозревать, что там АВП выдвигает свои броки, Рейн по центру карты. Да, да, да. Все-все выходят. Ну, один на бомбе, там, Керриганасон, там, сторож остался. На всякий случай, ну и по всей просто карте идет этот пуш. Уже выжигают здесь фавна. Все, Робс его добивает. Без шансов уничтожили в этом раунде своих соперников. Получили 4 маппоинта. Перевернули игру на втором Дасте. Ну, на самом-то деле, просто красавчики. Фейс-клан, респект и уважуха. Я все-таки думал, что настолько круто сегодня настроились в БИГ, что, ну, по крайней мере, Даст они уже эту защитку должны дожимать. Но ФСМ показали, что они по-прежнему очень сильная, крутая команда. Да и стреляют они. В среднем, если так посмотреть, конечно, поувереннее, чем в среднем игроки БИГ. Ну, просто посмотреть на стрелков, такой составщик. Керриган собрал, ничего не скажешь. Мощный, брокер. Я их чуть не доконтролил. Он пешку, мог бы получиться фри. Стартовый фраг. Пошли БИГ тоже контратаковать на шорте. Шикарный тайминг для Тапсона и ужасный для Твиста. Но с другой стороны, он-то только выхватил гранату, хотя сидел и фокусил. Зик. Ну, ладно. БИГ, говорят, найн. Этот раунд вы не возьмете. И не возьмете. Килл от Рейна. Не проверяется, правда, Фаван под дверью. Раскидывается уже Б-база. Но на Б пока только один игрок. Это Кит, у которого 34 хп. Шансы есть. Так, ушел все-таки из-под стенки игрок. Понимает, это Рейн. Но шансы присутствуют. Тут все равно фейс-клан. Сейчас немножечко похалдите. Вот просто сыграть тот же самый сплит-бэ. Вполне по силам. Сегодня вообще Робс круто играет. Он как будто чуть-чуть расслаблялся первые 4 дня. Но сегодня он настолько красавчик. И два клача. И вырубает тут всех. По молику пробежался. Минус нашел. Дал информацию. Брокер Рейн. Все, остается 2 в 1. Ребята. Сирсон со скаутом. Меняет себе девайс. Салашом пытается выйти на мидл. Но есть информация о том, что Сирсон красный у Броки. Возможно, у Броки надо с пистолетом доигрывать эту ситуацию. А что там у Броки? Пока, по-моему... Что там реально с Айвиком? Да, не с Айвиком, с пистолетом. Стоит и ждет. Так, Грена. С Дигла нужно попасть один раз. Так, Броки. Выход строго в голову. 16-11. ДБшка пробита. Ну что, Тафф, теперь признавайся. 2.25 ты мог поймать в лайве на команду фейс-клан при счете 7-9. Жалеешь в этом решении? Конечно, побоялся рискнуть все-таки. Не поверил. Подумал, что фейс опять вот что-то исполнит. Там где-то там сольют какой-то важный раунд. Но они также настроились на победу. И прекрасно понимают, да, что лучше выиграть одну карту. И, в общем-то, немножечко выдохнуть. И все будет хорошо. Так и получилось. Они забирают карту соперника. И что все? Минус интрига? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова